Здравствуйте, дорогие друзья, снова Эмираты, снова закупка, ну и собственно хотелось бы, конечно, рассказать несколько слов о контрактных двигателях и мифах с ними связанных. Сейчас я хочу рассказать достаточно такую секретную информацию, за которую меня заклюют все прекрасные и замечательные разборщики и продавцы контрактных агрегатов. Но ничего страшного, я думаю. Главное, чтобы всем было интересно и чтобы все знали, как это на самом деле все происходит. Погнали! Планета Шелезяка. Полезных ископаемых нет. Воды нет. Растительности нет. Населена роботами. Итак, друзья, сегодня, конечно, мне бы очень хотелось поговорить о пробегах контрактных двигателей. Вы не поверите. Есть такой популярный вопрос при покупке контрактного агрегата. Звучит он, как какой у мотора пробег. Обычно все ожидают услышать какую-то конкретную цифру и, соответственно, отталкиваясь от этой цифры, принять решение, насколько им лично подходит такой агрегат. На самом деле, в 95% случаев пробег этот никакой роли не играет, кроме как в том случае, точнее в тех 5% случаев, когда этот пробег около нулевой. Около нулевой он может быть по нескольким причинам и, в принципе, это будет вообще видно. Когда мотор от 0 до 15 тысяч, это да, принципиально. И это обычно достаточно дорогие агрегаты. Их мало. В всех остальных случаях стоит отталкиваться от состояния мотора в первую очередь, потому что узнать его точный пробег практически нереально. А даже если вы пробег этот и знаете, то он может не соответствовать состоянию агрегата. А если он и соответствует состоянию агрегата визуально, то это совершенно не значит, что этот агрегат будет себя чувствовать так же, как выглядит. А именно. Проблема в том, что как эксплуатируется агрегат, мы не знаем. Кто на нем ездил или наездничал, мы тоже не знаем. Усреднять эксплуатацию в разных условиях мы не можем. Соответственно, убить мотор за 50 тысяч можно, а можно за 500 не убить. Поэтому моторы бэушные, тема очень сложная и требующая, как минимум, понимания сути процесса. Большинство людей, сталкивающихся с этим в первый раз в жизни, никакого понимания сути процесса не имеют. И сталкиваются со всеми теми же проблемами, с которыми обычно сталкиваются люди, покупающие бэушный автомобиль в первый раз в жизни. То есть, соответственно, их могут обмануть и могут продать то, что было слегка подшаманено с целью последующей перепродажи. А также могут просто откровенно втюхать то, что им не подходит. И в моей практике такие ситуации были. Соответственно, как-то так. То есть, если короче, поймете ли вы что-нибудь, если вам скажут про бег двигателя? Нет. Можно ли им этому верить? Нет. Знает ли продавец, что он продает вам... В каком состоянии он вам продает мотор? Отчасти. Продавец, скорее, предполагает, что мотор находится в том или ином состоянии, нежели реально это соответствует действительности. Даже если, грубо говоря, вы на машину можете сесть, завести, даже немножко проехать, это совершенно не равно тому, что вы на ней проездили хотя бы месяц или два, и поняли, есть ли у нее расход масла, какая у нее тяга, и как она себя ведет в разных условиях. Поэтому все достаточно просто. В большинстве случаев ваша задача, как покупателя, это отталкиваясь либо от знаний человека, который хоть немного разбирается в вопросе, принять решение относительно покупки того или иного агрегата. Или же, если такого возможности у вас банально нет, то довериться продавцу, если вы его хоть каким-то образом знаете и понимаете, что он адекватен. И в самом идеальном раскладе, это ваша задача, банально поставить этот агрегат у продавца, тем самым обезопасив себя от проблем с установкой. То есть, если вы ставите мотор у продавца и договорились с ним, что в случае повторной установки вы ничего не платите за саму установку, платите только за результат один раз. Ну, в принципе, я действую по той же схеме, и вы ставите всегда мотор один раз и получаете результат, платите за результат, а не за повторные установки в случае, если мотор не поехал. Ну и, соответственно, никаких проблем в таком раскладе обычно быть не должно. Давайте же посмотрим, как можно по косвенным признакам узнать пробег агрегатов, агрегата здесь, чтобы потом рассказать своим покупателям, насколько он был жив или нет. Сейчас я вам покажу, как можно определить пробег агрегата, пока он еще на половинке, а здесь можно покупать мотор именно с половинок. Итак, один из косвенных признаков пробега, точнее, не косвенных, а достаточно прямых, находится на праворуких автомобилях японских со стороны водителя. Вот здесь у них есть вот этот номер лота. Сюда обычно клеят наклейку. Вот на этой машине нету. Сейчас посмотрим на другой. Так, а здесь есть. Мы можем знать, что в 2016 году был пробег 131 тысяча километров. Вот. Нет, вру. 126, а на 131 должно быть какое-то ТО производиться. Соответственно, в принципе... 28-е, 8-е. Здесь есть косвенные признаки пробега. Под ней эта наклеечка. Есть еще одна наклеечка. Можно тоже посмотреть, что на ней написано. Почему косвенные? Потому что, по большому счету, наклеечку это можно и поменять. Вот предыдущее ТО было. 117, 122, а потом вот 126, 131. Ну, то есть у этой машины пробег около 150 тысяч. Это все привезено из Японии. Как вы можете видеть, это правый руль. Иероглифы. Давайте еще поищем. Здесь где-то я тоже видел. Вот японский Вольксваген. Вот тоже самое. Тоже есть табличка. 110 тысяч километров. И 105 тысяч километров было проведено обслуживание. Вот когда что-то здесь не совсем понятно. Но, тем не менее, крайнее обслуживание было проведено вот так. Так, то есть можно судить о том, что эти машины имеют пробеги около 150 тысяч километров. Так вот они здесь безбожно обрезаны пополам. Называется такое произведение искусства Кавкад. Это для тех, кто не в курсе. Вот такие вот автомобили. Ну, под капотом, соответственно, живет мотор. Тут что-то подклинило. Но не суть. Алейкум асалам. Так что для 150 тысяч пробегов, в принципе, все очень даже неплохо. Красота, да и только. Если бы у нас относились к машинам так же, возможно, и моторы бы не понадобились. Здесь тоже на ГРМе указан пробег. И указан пробег вот здесь. Тоже можно посмотреть. Здесь 200... На Митсубиши 226 тысяч километров. Бензиновый мотор. Кстати, обратите внимание, здесь более-менее известен пробег. Здесь, правда, не могу сказать, какой год. Но поскольку пробег указан, можно посмотреть... Сейчас, секундочку. Подставлю подставочку, и мы посмотрим, что находится у нас в маслозаливной. На таком пробеге. Ребята, 226 тысяч только по бумажке. То есть, сколько там на самом деле... Не знаю, 250 плюс. К 300 тысячам. Внутри мотор вообще что новый. Видите, состояние какое потрясающее. На самом деле, для этого мотора это вообще не пробег. И он легко может пройти к миллиону. Так, помимо достаточно простого варианта по осмотру с половинки, если мотор берется, соответственно, уже не с половинки, ну, естественно, вам никто с половинки в России, ну, в Москве, по крайней мере, не предложит. Предложит отдельно стоящий мотор. Как оценить его пробег? В общем, никак. Надо смотреть не на пробег, а на его состояние. Потому что даже при очень маленьком пробеге мотор может быть абсолютно конченый. В нем может быть свернувшееся масло, ну, или какие-то другие проблемы, связанные с эксплуатацией. А если он эксплуатируется правильно, то пробег, в общем-то, ему не помеха. При хорошей эксплуатации мотор может пройти огромное количество километров без каких-либо поломок. Особенно это касается более-менее подержанных автомобилей. Современные, конечно, немножко сложнее. Соответственно, заявленный пробег далеко не всегда совпадает с реальным. Такая вот простая, незатейливая мораль. Он подсыпал вам в смазку алмазную пыль. Придется смазку менять. Гениально. Оставайтесь. Будете гениальным механиком планеты. Спасибо. Друзья, во-первых, в Эмиратах моторы очень часто моют. И ни для кого не секрет, что большинство агрегатов на наш рынок приходят именно из Эмиратов. Тем не менее, характерная черта всех эмиратских моторов, потому что они на самом деле не эмиратские, а японские. Местного рынка практически здесь не разбирается. Почти все, что здесь разбирается, это Япония, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур и так далее. Если вы обратите внимание, да, ну, конечно, Англия. Вот за моей спиной сейчас находятся английские хавкаты. В принципе, на днях, по всей видимости, пришел контейнеровоз, и поэтому сейчас очень много разгружается японских контейнеров, то есть контейнеров с японскими запчастями. В общем-то, уже говорил о том, что пробеги, которые указывает продавец контрактных двигателей, в любом случае, достаточно относительны. Их практически очень сложно подтвердить. Есть косвенные признаки, которые, грубо говоря, по состоянию агрегата вы можете примерно понять, сколько он прошел. Ну, это достаточно условно, потому что состояние агрегатов в России после 15, например, тысяч пробега чисто визуально будет соответствовать пробегу по японским дорогам около 100 тысяч. Вот. И дело именно вот в этом, что такая вот получается очень странная история. То есть, казалось бы, мотор вроде выглядит очень хорошо и здорово, и все по красоте, а пробег у него уже за сотку. Хорошо это или плохо? Да, в общем-то, я думаю, что нет ничего плохого, потому что ресурс, вопреки народному мнению многих агрегатов, особенно тех, которые не самые современные из японских, реально составляет около миллиона, если за мотором следить. Те же самые Тойоты, Ниссаны, они же Инфинити, Митсубиши, могут пройти легко 700-800 тысяч без особо каких-либо проблем. Так почему же мерзкие лживые продавцы контрактных агрегатов рассказывают нам сказки о пробегах до 100 тысяч километров? Объясню, потому что чисто психологически люди не готовы услышать реальные пробеги тех или иных моторов. Даже несмотря на то, что у них очень приличный возраст, и они привезены с Японии, скажем, не так давно, то есть они ездили там плюс где-то стояли и так далее. Для них очень сложно физически понять, что мотор мог пройти 300-400 тысяч километров и после этого еще и пытаются кому-то продать. Если быть до конца честным, то мне и самому иногда приходится манипулировать цифрами, потому что по-другому общаться с людьми очень сложно. То есть, грубо говоря, мне проще сказать, что тот или иной мотор прошел, грубо говоря, 120 тысяч, чем выслушивать какие-то разговоры на тему того, что типа 200 это слишком много. Ну, такая вот ложь во спасение, скажем так. Но, тем не менее, досконально узнать пробег мотора нельзя. Можно понимать примерные его пробеги. Если говорить об остаточном ресурсе, то вне зависимости от того, сколько мотор прошел по Японии, все те моторы, которые, скажем, мы возим, они имеют достаточный остаточный ресурс. То есть, откровенные кончи возить никто не будет. Это бессмысленно. Есть смысл возить только качественные агрегаты, потому что некачественных агрегатов и так полно. То есть, это местный рынок, это Англия, это Литва. Вот. То есть, где пробеги, когда вам говорят, что пробег 150 тысяч, а он на самом деле 800, вот это уже ситуация совсем неинтересная. То есть, остаточного ресурса 50 тысяч явно недостаточно. А вот, когда речь идет о японских агрегатах с пробегом, скажем, 200, он пройдет еще 500, это совсем другой разговор. Обычно никаких проблем в таком случае с агрегатом не возникнет. Более свежие агрегаты приходят реально с пробегами до 100 тысяч километров, но это должен быть достаточно свежий агрегат. Спасибо, дорогой пришелец, вы спасли меня. Ребят, вы спросите, наверное, почему же все-таки Эмираты, почему же я такой дурак и не езжу в Японию? Ну, наверное, дело в том, что вся Япония, она здесь. И здесь она реально выходит дешевле. Как же так, спросите вы? А я вам отвечу. Все очень и очень просто. В Японии основной рынок это аукционы. То есть, все то, что продается с аукциона. Это целая машина, которую распиливают. Получается вот такой хавкат, как сейчас выезжает. Конкретно это Америка. В Японии примерно та же самая ситуация. в таком вот виде все приходят эти половинки. Вот. И в Японии все примерно то же самое. Соответственно, ехать в Японию только ради того, чтобы накупить там цельных машин, это довольно дорогая и малопривлекательная история. Потому что кузовщиной, к примеру, я не занимаюсь. Мне, соответственно, такое мероприятие невыгодно. Ну что же, подходит к концу моя апрельская апрельская поездка. Надеюсь, что я отснял достаточно интересный материал, чтобы все вы могли насладиться вместе со мной посещением этого прекрасного места на земле. Хотя лично мне здесь не нравится, здесь жарко и очень своеобразные товарищи здесь проживают, очень сложно с ними общаться, сложно вести бизнес. Вот. Но в данном конкретном этапе моей жизнедеятельности других вариантов пока я не наблюдаю. Потому что здесь есть абсолютно все. Это стоит адекватных денег, имеется сопоставимый, вменяемый, адекватный риск, который меня тоже устраивает, что делает возможным в принципе ведение этого бизнеса. От себя хочу добавить, что гарантийные обязательства, как вы уже поняли, дает лично продавец. Вот. Потому что вернуть что-либо обратно сюда физически невозможно. И на какие переговоры местные товарищи идти не хотят. Да и не будут. Да и не за чем. проверяем. Поэтому стоит достаточно простая задача. Просто привезти качественный товар. Максимально его проверить. Максимальная проверка состоит в установке на автомобиль. Мы в принципе это и делаем. Вот. И после того, как мы установили его на автомобиль, уже становится понятно, поедет оно или нет. Если поедет, значит, все хорошо. можно ехать проверять машину. А если не поедет, то плохо. И, соответственно, надо мотор снимать и ставить другой. И тем самым оставлять меня с кучей ржавого железа, которое не едет. Поэтому привозить заведомо неисправные вещи, как многие наши доброжелатели считают, что мы делаем, абсолютно нерентабельно. Потому что это просто ведет к банкротству, разорению. И, ну, вообще, в принципе, это глупо. Потому что вообще-то абсурд. Как-то так. И самый большой нюанс в том, что качественные агрегаты здесь стоят денег. И зачастую они стоят примерно тех же денег, сколько по минималке стоит этот мотор в Москве. Вот. И поэтому некоторые цены получаться могут грубо говоря в серединке или вверхе рынка. Вот. Ну, опять же, что считать рынком, тоже большой вопрос. Это довольно сложная концепция, которую мы, наверное, опишем в отдельном видео. Ну, в принципе, наверное, все. Всем большое спасибо, что вы с нами. Спасибо, что смотрели это видео. Я очень надеюсь, что вам нравится и будем снимать дальше. но, конечно, как всегда, всем желаю, чтобы вам не пришлось иметь с нами какого-либо дела по причине поломки агрегата, потому что это дорого, плохо и мне бы самому тоже не хотелось, чтобы у меня мотор ломался. В общем, желаю всем вам, чтобы ваши моторы никогда не ломались и вам не пришлось даже об этом вопросе задумываться, а вы только смотрели об этом прикольные видосики из этого жаркого и богом забютого места. Все, друзья, пока. Субтитры создавал DimaTorzok